Износ тепловых сетей и котельных города Чебоксара составляет более 80%. Это приводит к регулярным авариям и непредвиденным потерям. Столичная система теплоснабжения нуждается в срочной модернизации. На это нужны немалые средства. Одним из выходов из такой ситуации может стать заключение концессионного соглашения с компанией Т-Плюс. Столичные администрации обсудили преимущества и спорные моменты этой инициативы. Протяженность столичных тепловых сетей 686 километров. Срок их эксплуатации 25 лет. И только за прошлый год было зафиксировано 655 аварийных ситуаций. Рост на четверть. И если ничего не менять, теплосети просто перестанут подавать тепло в дома и учреждения. Усилий муниципального предприятия теплосеть явно недостаточно. Имученный комплекс, обеспечивающий теплом полумиллионный вывод достаточно сильно изношен. 32 котельных функционируют более 25 лет. 10 котельных функционируют у нас от 10 до 25 лет. И только 6 котельных работают менее 10 лет. Расчетный взнос отменивается 84%. Это достаточно критично. 57% сетей у нас работает более 25 лет. 14% сетей заменили в последние 10 лет. И 29% содержат более 10 лет. Компания коммунальной технологии до 2018 года, являвшаяся главным поставщиком тепла, не вкладывалась в обновление и ремонт сетевого комплекса. А ежегодно на эти цели необходимо не менее 490 миллионов рублей. Муниципальное предприятие теплосеть собирало чуть меньше половины. Тут уж не до обновлений сетей и котельных. Концессионер в лице компании «Теплюс» обещает инвестировать за 25 лет в систему теплоснабжения города более 15 миллиардов рублей. Инвестиционные объемы составляют порядка 10 миллиардов рублей. Плюс источник финансирования ремонта – это 5,7 миллиардов рублей. И в целом за 25 лет мы предлагаем вложить в теплосетевое имущество порядка 15,8 миллиардов рублей. Перечень мероприятий, которые мы планируем реализовать на этой длительной перспективе, В целом включает в себя перефатку всего объема тепловых сетей, то есть это 664 километра. Плюс модернизация и автоматизация котельных. Благодаря капитальным вложениям концессионер планирует снизить аварийность и потери в сетях, довести их до нормативного состояния. «Теплюс» обещает также трудоустроить работников МУП теплосети. Понятно, что главный вопрос, который волновал участников публичных слушаний – насколько могут вырасти цены. Очевидно, что тарифы не должны превышать индекс роста потребительских цен. Это требование законодательства. Но в сегодняшней ситуации, когда разные районы столицы обслуживают разные ресурсоснабжающие организации, в Ново-Южном и Центре Теплюс, а в Северо-Западном и Юго-Западном теплосети стоимость все же разнится. С течением времени этот дисбаланс будет убран и цены выровняются. Специалисты еще раз обсудят все плюсы и минусы. Жестко обозначат обязательства концессионера, чтобы не наступать на грабли дважды, как это было в случае с коммунальными технологиями. Планируют создать специальную рабочую группу по контролю за реализацией соглашения. Если будет принято положительное решение, то документ планируют подписать до 1 мая. Татьяна Молокова, Алина Сусметова, Дмитрий Салманов, Республика.